Вот выкосил сегодня с утра с Божьей помощью. Тут тоже вот вчера покосил. Ну, кладовщик ошибся, мне тут деталь дал. Я сейчас созвонился с этого. У вас что-то не оторвалось? Оторвалось, это вот там за железной дорогой, там дождик видно прошел, там грязь сильная. Так надо хоть маленько привязать. А вы знаете, что делать? Сейчас я чуть-чуть прививаю, грязь очищу, поставлю, доеду. Как же мы не созвонились с ним, когда деталь-то взяли? Я утром созвонился, все показали, все на компьютере рассмотрели, все это, все это и это. А кладовщик, вот с нового, допустим, старого образца деталь и нового образца деталь, он нового образца взял. Они абсолютно одинаковые. Ну, а вы когда брали-то, почему же не сравнили-то? Ну, я же не это... Понятно. Не все же можно узнать. Ну, что, я поехал за это, меня сейчас оставят на... К вам куда сейчас ехать? В Барнаул. Ой-ой-ой. Я в Барнаул поехал, завтра в 5 утра встану и сюда в это, чтобы завтра день... Тогда сегодня мы вам не нужны? Нет. Сегодня он там сейчас... Ну, отдыхать еще есть. Сейчас какими-то делами. Накормлены, напоены? Все довольны и довольны, все хорошо, все нормально. У нас никаких с ним нет ничего. Я сейчас... Я вижу, что специалист... Значит, смотрите по драглайну. Драглайн стоит рабочий, все это. Я никаких, ничего там своего не это самое. Вот просто нашел человека, у которого есть драглайн. Контора у него не работает. Никто не требует его? Его никто не требует. Он там, не знаю, на аренде, на чем живет, он сам не работает. Вот как я, не бегает, там объекты не ищет. А тут готовый объект? Тут готовый объект. Он сказал, две с половиной тысячи мне в час давайте, делайте что хотите. Две с половиной? Да, я посчитал, смотрите. Доставка его где-то тридцатку будет. Это надо будет... Это сам, если хорошая дорога... А он где живет? Он в Барнауле живет. Ну это прям никуда не годится. Это грабеж. Я... Было бы моим, мы бы с вами как-то... Ну понятно. Не покинуть просто... Я говорю, это самое, бюджет надо посчитать, сколько это самое. Ну, эти привозили... Вы привозили, привезли и так посчитали. А он тридцатка, еще ради тридцатка. Это та же самая платформа. Нет. Он, во-первых, тяжелей, не габарит. И он сразу... Еще тяжелее. 15 тонн. Это 18 тонн. А тот я не знаю. Ну, никак не может быть больше. Ну, во всяком случае... Вы скажите, что нет. Скажи. Во всяком случае, это приблизи... Вот где-то тысяч 25-30 будет его только доставка туда, обратно. Это вот вы считайте, как я вам говорю. Теперь, даже если он у вас... Ну, сколько озера? Если... Хотя бы одно даже. Пусть недели-две будет чистить по 10 часов. Да он недели не может... Озеро не чистится. Потому что подъехать никакой возможности нет. Только с плотины. А где... А по берегам? Он с берега подъехал? Ну, как он подъедет с берега-то? Берег-то стоит боком же, боком. Это надо весь берег срезать. Он срезал себе площадку? Или бульдозер здесь площадку под него срезал рядышком? Он встал и вдоль берега и пошел. Ну, куда дальше он будет кидать? Да никуда. Дальше оно обратно все поплывет. Нет, не идет. Здесь только так. Вот я покажу где. И через плотину? Через плотину разворачивается. И только по плотине пройти. Насколько он может. Добиться до родников. Часть, половина затянет. Но все не затянет. Только так. Я не знаю. Думайте. Я вам сказал. С одной стороны, которая есть, там нога тонет. Там не подъедешь никак. Ил. Думайте. Я вам сказал. Думаю. Я сказал. Нет, это никак. Нет. Это невозможно. Это никак. Нужно сказать, что деревня в этом не участвует. У них вообще ничего нет. Я не это самое. Я вот как есть так и сказал. Ну, скажите. Скажи. Ты маленько, мужик, хватил. Ты позволь какую работу делаешь. Ты же не больше его делаешь. Я в город приеду. Если он телефон скажу. Скажи. На полторы если согласен. Вопросов нет. Спрошу у него. Скажи. Вы сами с ним. Больше его. Сами с ним. Сами созвонитесь. И сами это. Ну, скажи. Цены ваши. Доставка как было. Двадцать один. И по полторы. Тогда я его нанимаю. У нас больше нет ничего. Я передам. Но если... Передайте. Скажи. Я очень прошу. Что ты, скажи. Друзей приобретешь. За тебя молиться будет. У нас нет ничего. Мы договорились. А он вчера когда-то сказал. Говорит. Да я не есть. Не хочу. А этот уже развернулся. Я ему как взрыв. Куда будет. Не будет. Корзина. Чтоб стоял на столе. Жалуется. Что много. Жалуется. Я говорю. Договор. Понимаете. Мы договор сделали. Вы сами знаете. Мы абсолютно безобманны. Но. Никто не потянет. Где-то. На один день. На нет. У меня больше нет. Ну. Я короче с ним. Вы его переговорите. Скажи. Вот. Доставка такая же самая. Скажи. Это мы. Со скрежи там. Мы потянем. Где-то я спросил. Где-то занял. Там не знаю как. И вот как у него есть. Полторы за час работы. Ну. Я поэтому не стал ничего этого. Я говорю. Я посоветую все это. Расскажу. Ну. Было бы мое. Мы бы сошлись. Но. Вы передайте. Скажи. Такие это люди. И проще скажи. У них ничего нигде нету. Но. Мы желаем чтобы местность возродилась. Была другой. Мы единственное в России. Деремент таких принципов строится. Не пить. Не курить. Не воровать. Мы как бы назвали. Может быть и опять. Искорка возрождающейся России. Мы без обмана абсолютно живем. Не воруют нигде люди. Ничего. Вот. Только живут здесь. И у них ничего нету. То что я истратился. На дороге. Они ни рубля не вложили никто. Это все. Это все. Мне приходится где-то. Лбом в землю бить. А я понимаю все. Точно так же и я бьюсь. Чтобы. Ну. Вы относитесь к нам как к юродивым таким. С которых взять не еще. Ихан Игнатович. Ну. Это все бесплатно. Это все бесплатно. И кого у меня не было. Скажи. И цыганы. И евреи. И до Израиля все. Вот сейчас приехали 4 человека. Так вот он. Он кажется стоит один из них. Егор. Егор. Это из Канады прилетели. Представь себе. Они ничего лучше не могли найти. Чтобы детьми занимались. Чтобы дети были другими. То это не просто так. Человечность доброту это надо. Люди это чувствуют и понимают. Поэтому с нас взять нечего. Скажи. Если ты желаешь. Вот так вот помочь. Ну. Где-то потерпи. Где-то что-то. В долгу не будешь никогда. И мы даже никак не будем. В Бийске вообще новое нашел. Но тот продает. Не работает и продает. Нет. Там зачем нам один раз. Тот продает. Нет. Значит. Если он туда приедет. То естественно. Что в пределах недели он будет. Где можно. Если только пойдет работа как надо. Мы тут посмотрим. Кое-где деревья спилим. И загоним туда куда заходу как будто бы нету. Мы посмотрим какая ходовая сейчас. Он на гусенице? На гусенице. На гусенице. Там сейчас деревьев мы положим на бок. Ну. Давайте не мечтать. Надо сначала с ней уговорить. Ну. Я так уже. Размечтались. Ну конечно. Мне очень охота углубить. Чтобы дойти до родников. Чтобы озеро подпитывалось. Как на рыжку. Ну. А вообще. Его бы вместе с бульдозером на кровке бы хорошо. Бульдозер от Тавского. Да. Поэтому. Давайте. Если договорились. Он свое будет делать. Ну. Вот такой человек. Вы видели какая работа была? Да. Вообще. Это самое земье. А тот мне дальний. Где сейчас бульдозер стоит. А я же его не видел. Почему-то мы туда не ездили. Там шикарных. А точно. Не было здесь. Не то чтобы пройти по камням. Он говорит. Да. Я же предлагал пройти. Вот видите. Он его не просто платину делает. Он ее расширяет. Иначе как я устаю-то говорю. А там. Мы 80 свай забили где прорыв. Протравленное. Все это засаманили. Он видел как мы там делали. Ребята. Сколько работали. Там. Вчера бобра видел. Да. Он мне пришел и тайно говорит. Я вашего неприятеля сегодня видел. Я так глазами заводил. Кто же это такой-то. А он. Я говорю. Да может барсук. Нет. Бобер. Я говорю. Какого цвета. Как он шел. В каком направлении. Все сходится бобер. Я говорю. Никто мог увидеть трава большая. Я говорю. В кабинке высокой сижу. Он узнал вкус нашей клубники. Я шарю где-нибудь найду. А еще выгорело все. Я пойду. Вот там дальше нет. А здесь нет. Даже за железнодорожным. Лища у нас нет. Здесь у вас по суше. А за железнодорожным переездом грязище. Вот оно дерево стоит. Пришлось пилить. И вот за этим тоже убирали. Это все убрали. Ветер такой. Валило. Ветер. А которые рядом небольшие. Потом он задет. Это все уберет. Мы расширим площадь для покоса. И вот тут еще работа будет. Ну пусть работает. Господи. Драглайном. Ну буду решать. Поговорите. Я буду решать. Но я ничего не обещаю. Скажи. Работают трактористы. Мы договорились. Скажи. Ты ничего больше этого не сделаешь. Ты бензин больше не сожжешь. Я от меня все это. Я нашел. Ну. Просто скажите ему. Скажи. Так и так. Они этого не могут потянуть. Мы это никак не можем. Ни откуда. У меня пенсия 6523 рубля. У меня вообще ничего нет. Мы живем только то, что нам Господь Бог даст. Не надо было. Маленечко рассчитайтесь. А то мне за запчасти рассчитываться до этого. Нет. Сейчас все рассчитывается. Я пока полностью не покрою расходы. Которые привезли. Тогда что из этого только будет. Нет. Вы сами знаете. Ладно. Когда он выполнит все работы. Тогда дальше будет разговор. Хорошо. Вы знаете как мы рассчитывались. Тем же путем пройдем. Тогда мы без обидно. Все как положим. Так. Я не буду терять время. Я тут с Богом. Давайте детали. Завтра рано утром приеду. Дай Бог. Счастливо. Не забудьте привязать это все. Вы к барабашу заехайте крайне справа. Да вот. Можно даже к этому. К Роману. К Роману можете заехать. Равно к соседу своему. Обязательно сделать. Так нельзя. Сейчас я ей что-нибудь придумаю. Пошли Володя. Пошли Володя. Пойдемте так. Ну пошли мы. С Богом. Хорошо. Вы хорошо с ним поговорите. Мне все за деньги, скажи, делается-то. Ну. Я помню, скажи, человек 45 лет трудился для государства бесплатно, без рубля. Да еще сроки отбывал за то, что верил. Ну. Что смогу тут сделать. Я ничего не обещаю. Я не знаю. Ну а помочь надо. Найти найду. Ой. Да.